Всем привет! Привет из солнечной, не очень, кстати, солнечной Калифорнии. Два примерно одинаковых вопроса вот тут от Марии Каменской, похожие от человека с ником, ой, какой большой, Moment Soft Lost Time. С кем из живущих или ушедших поэтов, писателей, музыкантов я хотел бы поговорить лично. Ну, из поэтов с Бродским хотел бы в первую очередь поговорить, из писателей, мыслителей, наверное, с Умберто Эко хотел бы, из музыкантов в первую очередь с Томом Уэйтсом. Ну, тут другая беда, я думаю, не стали бы со мной разговаривать, зачем я им сдался. Вопрос про зеркало от 1126 Малекс. Представьте, что зеркало, в которое вы смотрите, способно вам ответить. Что бы вы не побоялись спросить у такого зеркала? Да ничего бы не побоялся бы. У себя-то я спрашиваю постоянно. Себе я уже научился задавать довольно откровенные вопросы и получать не менее откровенные вопросы. С другими пока так не получается. С другими пока так не получается. А у зеркала? У зеркала, наверное, я первонаперво спросил бы о своем душевном здоровье. Потому что, знаете, если ты уже разговариваешь с зеркалом, и оно тебе начинает отвечать, это, это, это ситуация как, как, наверное, у Есенина после белой горячки в поине черный человек. Помните, накрывается ко мне садится черный человек и в конце там и летит моя трость прямо к морде его в переносицу. И совсем уже в конце я один и разбитое зеркало. Не дай бог. Так, еще давайте какой-нибудь. Ну вот, знакомый от Людмилы Дорониной вопрос. Почему мало стало пронзительных песен про любовь к своей единственной? Таких, как «Сол» для Юлии и я умею смотреть. Люды. Я же откуда знаю, почему их не пишут таких много. Наверное, мало их своих единственных. Вот и мало песен. Ну а на своем веку я уже целых две, видишь, ты сама сказала, написал. Мне кажется, это уже хорошо. А повезет еще, еще напишу. Ну и давайте еще один какой-нибудь вопрос на сегодня. От Майи Кошатиной вопрос. Верю ли я в дружбу? Есть ли у меня хоть один человек, которого я считаю настоящим другом, дорожу и боюсь потерять? Ну, есть такой человек, есть такие люди, конечно. Рассказывать о них, конечно, не буду, как раз потому, что очень дорожу и боюсь потерять. Давайте на сегодня пока все. Пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok